Еще 2-3 года назад американцы однозначно реализовывали в оккупированном Ираке в точности ту же схему доступа транснациональных корпораций к национальным иракским природным ресурсам, которые пытались у нас реализовать в 1994-1997 годах без единого выстрела. Вот это принципиально важно понимать. И еще важно понимать, схема шла один к одному даже в части процедурных. Сначала административный акт оккупационной администрации, который незаконно, по которому уже можно заключать соглашение на 20-30-50 лет и так далее. А потом, в момент, когда удастся вывести войска, а администрация еще будет послушна, иракская, марионеточная, в этот момент марионеточному парламенту провести закон, который это все закрепит. Самое интересное, что сейчас в 2009 году, даже пока оккупационные войска остаются, те куски, которые сдали сейчас... В Ираке. Представители этой марионеточной администрации Ирака, тем не менее, с гордостью заявляют, что мы на это пошли, но никаких СРП. Это значит, даже в условиях наличия оккупационных войск, тем не менее, есть какие-то силы внутри этого оккупированного, избитого, измочаленного, расчленяемого и так далее Ирака, который находит в себе волю, мужество и понимание, что нельзя достояние наших потомков, внуков, вот так взять и на 30-50 лет отдать на неизменных условиях. Скажи, пожалуйста, как на самом деле в Ираке, я не все знаю, но знаю, что публично, по всем телеканалам... Это я знаю, Юр, немножко не то. Какие компании стремились на Сахалин прежде всего? Shell? Shell английская компания, да? Британа датская, по-моему, или Британа голландская, Борис Аравий. Shell, еще кто? Кто больше всех хотел? Сразу скажу, что меня в этой истории больше интересуют наши коллаборационисты, нежели оккупанты. Хотели американская администрация, хотели британская администрация, хотели компании, тесно связанные с ними, это и Shell, и Marathon Oil. Marathon Oil, как Exxon, Marathon Oil. Я думаю, для наших телезрителей не секрет, что большинство, скажем, американских нефтяных компаний возникли из монополии Рокфеллеровской. Семь сестер, разведенных на разные красивые названия, жестко пресекаемых попытки паразитизма на американском рынке американскими антимонопольными ведомствами, но не пресекаемые в своей скоординированной монополистической, прошу прощения, деятельности по всему миру. Многие-то из одного и того же центра растут, надо это трезво понимать. Там в таком, в идеалистическом виде конкуренции нет. На американском рынке при торговле нефтью, бензином и так далее есть. В мире нет. Я приводил эти цифры, в том числе в твоей передаче как-то. Есть такая вспомогательная сфера нефтегазовый сервис. Это не владение скважинами, а все, что связано с обустройством, биологоразведкой, добычей, транспортировкой, работой и так далее. Нефтегазовый сервис. Так вот нефтегазовый сервис в мире монополизирован американцами на 82%. Думайте, четырьмя компаниями всего. Чтобы понимать, как это все жестко скоординировано. Возвращаясь к истории, которую ты спросил, еще раз фиксирую. Даже в оккупированном Ираке есть силы, осознающие, что просто может быть неприлично признаться, неприлично допустить, чтобы мы это все передали на СРП. Теперь что такое СРП в России? Вот сама суть СРП в России. Суть следующая. Помните позже эти заявления Киренко, что Россия бедная страна, до этого, что Россия не на что не способна, у нас нет технологий, мы не можем, у нас никогда не будет денег, чтобы самим. Это Киренко говорил? Киренко позже говорил, когда был премьер, что мы бедная страна. А до него практически все правы, все те, кто назвали себя самоназванными демократами, говорили, что главная наша задача привлечь иностранную инвестицию. Самая главная задача России это сдаться. Продать себя. Любой ценой привлечь. Плюс параллельно была запрещена. В том числе и ценой СРП. В том числе из моего тогда яблока. Я был вице-председателем этой партии, одним из основателей. Что нефть вообще через 10 лет никому не будет нужна. Что не понимаете? Сейчас термоядерный синтез, сейчас все, все, нефть надо как можно быстрее на любых условиях. Завтра никто не возьмет, никому не будет нужна. Понятно. Тюлька, да? А Гриблинский действительно в это верил? Или вид делал? Твоя оценка. 49 прожитых моих лет позволяет мне утверждать, что даже близко к власти идиотов нет. Значит, вид делал. Теперь по сути. Разработку вопроса СРП начали еще в Советском Союзе, подзанной Советского Союза. Но это все было новыми разработками. Мы привлечем какие-то компании на условия соглашения радиопродукции. То есть неизменные условия на 10, 20, 30, 50 лет. Не лицензия, а гражданско-правовое соглашение. Вот как говорились, так и без изменения дальше. А какие эти условия были вот тогда при СССР? Что обсуждалось? Очень важные, здесь самые важные условия. Какие условия при СССР предлагались англичанам и американцам? Такие же? Не все знаю. Не все знаю, знаю главное. Никогда транснациональные корпорации, добывающие гетонефть, не идут одни. Они идут вместе с вот этим мировым монополистом, нефтегазовым сервисом, который является мостиком между чужими природными ресурсами и своими машиностроительными компаниями, производящими оборудование. Для добычи, переработки, транспортов и так далее. И все вместе идут при поддержке своих правительств. Это основа основ управления миром, управления чужими природными ресурсами, направление их на свое дальнейшее ускоренное развитие, на сохранение лидерства. Поэтому какие точно условия диктовались или предлагали Советскому Союзу? Сказать не могу, но безусловно, наверняка, наверняка это были условия, требования о том, чтобы тот или иной механизм работал, обеспечивающий, используя именно зарубежное оборудование. То есть задача ведь подчикать наше машиностроение, нашу оборонку. А очень многие производствуют производство двойного назначения. Те же танкеры производят те же предприятия, чтобы производить подводные лодки. По технологиям, по сути, по базе и по кадрам, что очень важно. Значит, где-то в 93-м году переворот ведь Ельцинска не зря произошел. И поддержка западная именно стороны Ельцина была не зря. Потому что тут же был подписан ряд указов, в том числе указ вопроса соглашения о разделе продукции. Полный аналог административного акта в оккупированном раке. Указ Ельцинска на вопрос соглашения о разделе продукции, по которому можно заключать такие соглашения. Подписал Ельцин? Ну, конечно. А кто же еще мог подписать указ после переворота? Суть. Нет, может, фоксимилии поставили? Такое тоже бывало, когда он уходил работать с документами на неделю. Честно должен сказать, я экспертизу не проводил. Но ни малейших оснований считать, что это было сделано в прикидь Ельцину, нет. Вся команда Ельцина продавливала СРП на всем протяжении будущего периода. Исторического, сколько Ельцину было отведено. Кто эта команда? Кто продавливал? Значит, были люди, которые вели себя умнее и более скрыто действовали. Были люди, которые вышли на первые планы и пытались выставить это как авангард прогресса. Кто? Как авангард прогресса это выставляла маяк, к сожалению, бывшая тогда партия Рябникова. Откуда Явлинский взялся здесь? Кто он был тогда при Ельцине? Да никто. Ваша партия когда появилась? В каком году? В каком году ваша партия появилась? Наш блок избирательный возник, видимо, в ноябре 1993 года. Избирательный блок Явлинский, Благодаря Пулкин. В партии он был преобразован уже после успеха на выборах осенних 1993 года, когда возникла фракция в Думе. Я единственный прошел самостоятельно в Совет Федерации из этой партии. В январе 1995 года была создана партия. Да не торопиться. Ноябрь 1993 года. В ноябре 1993. Шел появляется в России. 1992 год, конец. И уже к Явлинскому. Вот как понять? И к Мельникову. Этого не знаю. А кто Явлинский был до ноября 1993 года официально? Он уже не работал ни в каком правительстве. Просто был экономист. Руководитель Центра экономических и политических исследований, в котором я некоторое время работал. Эпицентр. Да. Который производил некие аналитические отчеты по экономике, политике, социальной сфере и продавал их тем, кто покупал. То есть, в партии идея возникла только ноябрь 1993 или раньше? Надо понимать. Все-таки 1992-1993 год это период, когда политическая жизнь была еще реальной. Реальная в том смысле, что были и силы, и люди, которые либо соглашались с черно-белой картиной мира. Черно-белая картина мира простая. Вот с одной стороны, молодцы демократы, реформаторы, Аля Чубайс и компания. С другой стороны, коммунисты. Причем коммунисты рисуемые как сталинисты. И ничего другого в принципе. Значит, естественно, были люди, которые пытались не допустить внедрения в стране вот этой черно-белой картины мира. Мы же совсем не такой. Мы не хотим выбирать между Сталином и Чубайсом. Когда Явлинский стал строить партию? 1992 год? Позже названную яблоко. Ну, не в один же день, в ноябре 1993 года вдруг появился избирательный блок. Надо понять правильно, что, вот скажем, я работал в этом центре экономических и политических исследований. Мы ведь занимались не исследованием того, как груши растут в разном климате. Мы занимались исследованием того, какая экономическая политика, социальная политика должна отправиться в России, что в ней нужно делать. То есть это абсолютно прикладные вещи. Что делается, с одной стороны, с другой стороны, что нужно делать. Вполне естественно, что на базе таких интеллектуальных центров образуются какие-то команды. Значит, в данном случае команда образовалась на базе конкретных людей. Часть Явлинский просто привел своего центра, часть я привел из Питера, часть привели люди из систем образующих партий, у которых было название партии. Они имели право формировать список, там, республиканское, еще какие-то. То есть, на самом деле, это было достаточно стихийное явление, сформировано несколькими людьми. Значит, при этом за кем-то не стояли никакие деньги и экономические силы, а за кем-то они стояли или возникли. Как за Явлинским? Ну, переговоры по финансированию были Явлинским. Кто финансировал? У нас в начале 95-го года была большая дискуссия в партии на эту тему. Смысл заключался в том, что тогда представитель партии Явлинский внес предложение о том, чтобы тот вид переговора о финансировании имел право принять на себя обязательства, а все остальные должны им следовать. Мы должны обязаны им сообщать... Любые обязательства перед финансистами. Я думала, что мы хорошие, поэтому плохие не возьмем. 92-й год? Это начало 95-го года. Мне пришлось по этому вопросу быть, прошу прощения, в оппозиции, письменные документы, на съезд в том числе представлять, которые были изъяты из раздаточного материала. Вот так слово, да? Сто демократической партии. Понятно же, что когда ставят такой вопрос, значит, что это какие-то куларные договоренности, о которых сказать публично не надо. Когда же СРП возникло впервые? Какого рода договоренности я тогда еще знать не мог, но мы столкнулись с двумя ключевыми, чрезвычайно опасными и вредными для страны лоббистскими действиями моей тогдашней партии. Первое, апрель 95-го года, это лоббирование закона о Центробанке, который сделал самую главную власть в стране, финансовую, не под контролем, не под отчетом, не прозрачным, мол, там профессионалы, они разберутся. Мол, нельзя выдох лократии давать, ну вот такие вопросы, вот туда не лезть. Значит, у нас на эту тему была борьба, в том числе я выступал как представитель Совета Федерации, один из представителей Совета Федерации, в котором были разные люди, но это был выборный Совет Федерации, большинство людей понимало масштаб вопроса, Совет Федерации был дружно и жестко против этого закона о Центробанке, именно потому что было ясно, что самая главная власть в якобы демократическом государстве уходит совершенно налево, делает что хочет и управляет всем, скрытно. Вот, эту борьбу мы проиграли. Я в своей книге «Обойщих медленно ложек и дегстов» дегтя привел в стенограмму, стенограмму, у тебя, по-моему, есть эта книжка, да? Снограмма прекрасная. Два раза преодолевалась вето Совета Федерации, и оба раза преодолевалась вето Совета Федерации, без обсуждения и не в рабочее время. Один раз в обед, другой раз по окончанию заседания. Среди прочих рабочих вопросов и расставленные по залу люди, там уже оставались вообще крохи, быстро-быстро нажимали кнопки. Все действие преодоления вето Совета Федерации по ключевому вопросу жизни экономики и государства, закон о Центральном банке, преодолевалось за время в пределах трех минут. Все понятно. Значит, честные дела так не делают, совершенно очевидно. Второй пример. А второй пример – соглашение о разделе продукции. Вот когда ты впервые это слово услышал? Я хочу подчеркнуть, соглашение о разделе продукции, эту битву, с моей точки зрения, чрезвычайно, жизненно важной для страны, мы, я скажу, мы, как я был представителем Совета Федерации, я был сопричаемым согласительной комиссией Совета Федерации, нам удалось выиграть. Хотя ценой в том числе моего выхода из моей партии. Когда ты услышал слово СРП первый раз? От кого? Поздновато. Я эти слова услышал только в июне, июле 95-го года. Ко мне подошел один из членов моей партии на заседание там какого-то герой, что-то такое, и сказал, что вот у нас есть такой закон, вот он прошел в Думе, и его надо поддержать в Совете Федерации. Потом в понедельник у вас будет рассматриваться на комитете по бюджету. Я был членом комитета по бюджету. Я говорю, я забыл, когда соглашение о разделе продукции. Скажи, в Хасбулатовской Думе, не будем торопиться, в Хасбулатовской Думе такой закон мог пройти? Ты не приходил в голову, что этот закон, прошедший в новом парламенте, только в новом, это плата за расстрел Белого дома. За то, что Клинтон глаза закрыл на этот расстрел, как он и обещал главе администрации. Что значит не приходило? По-моему, я прямым текстом об этом сказал. Что поддержка Запада Ельцинского переворота была не бесплатной. Так что надо было расстрелять парламент, чтобы принять прежде всего такой закон? Соглашение о разделении продукции, колониальную схему для России? Ты допускаешь эту мысль? Я не допускаю, я в этом своем убежден. Я еще раз подчеркну. Как интересно, как финансовый кризис 16-го года, банковский кризис 16-го года, 1916-го года, банковский кризис 1916-го года в итоге привел к революции в 17-м году, банковский кризис, так и расстрел парламента обернулся быстрым принятием нового парламента. Колониальная схема для страны. Расстрел парламента был с целью устранить препятствия в интенсивной колонизации страны. Но, к счастью, колонизация состоялась, неоколонизация, но она не состоялась по той схеме, как предлагали. Нефтяные компании, прежде всего, Рокфеллеровская империя. Есть ли в журналистике принцип, что название должно в той степени всерьез отражать содержание материала? Есть такое? Ну, конечно, как же. Скажи, пожалуйста, когда принимается закон о доступе транснациональных корпораций к национальным природным ресурсам? Международных корпораций к российским природным ресурсам. Все ли поймут сразу, о чем речь? Да. Безусловно. А когда принимается закон о соглашениях о разделе продукции, первая мысль у всех, кто с этим не знаком, что это что-то то ли о регулировании каких-то, я не знаю, там, рынков в торговле, не знаю, сыром, маслом, молоком, то ли о пчеловодстве. В общем, о разделе какой-то продукции. Что производителю, что потребителю, никто не понимает вообще, о чем речь. Ты удивишься, но в Комитете по экономической политике Думы этот закон пролетел на ура, потому что никто не понял, о чем речь. Закон был там буквально семь страничек. Вроде как инвестиции приходят, на ура. Значит, закон можно было вообще написать на одной страничке одним абзацем. Парламент закрыт на ключ и больше не беспокоит по самому фундаментальному для страны вопросу, по его недрам, природным ресурсам. По всем недрам, не только Сахалин, по всем. Вся нефть, весь газ, весь уголь. И, соответственно, первая по суммарным запасам всех природных ресурсов. Вот по этому самому главному вопросу Парламент закрыт на ключ и общество больше не беспокоится. Все решено без вас. Все. Так вот, я потом разговаривал с людьми с Комитетом по экономической политике. А кто возглавлял Комитет? Возглавлял человек, который эту ошибку потом не кровью, но искупил. Кто? Сергей Юрьевич Глазев. Это прошло мимо него, кто-то из его заместителей занимался. И этот малозначимый, краткий закон, по которому вообще никто не понял, о чем речь, прошел мимо него. Он даже не заметил, о чем речь. Он искупил эту ошибку. Он был потом... Ну, когда разобрался, конечно. ...со председателем Согласительной комиссии от Думы. И, конечно, он приложил все усилия к тому, чтобы камень на камень не оставить от того, что мимо него по досадному стечению обстоятельств прошло. Я не знаю, может он болел, может еще что-то. Но мимо него вообще прошло это, да. Но и большинство других ведь не поняли, что случилось. Но возвращаемся к содержанию. Кто принес эту бумажку в Думу? Вот кто тот человек? Квартия Яблоко внесли два депутата Яблоко, ближайшие из подвижники Юблинского. Надо ли называть фамилией? Мельников? Михайлов Мельников. Что о них известно? Об этих людях? Они книжку потом написали, да? Как это здорово СРП. Яблоко СРП книга называлась. За ними стояла научная якобы группа, там Субботин, какой-то Конопляник и так далее. Люди тесно, ну в частности Конопляник. Конопляник потом долгое время был, работал в Европейской энергетической хартии. Значит сегодня тоже понятнее, что это такое Европейская энергетическая хартия. Это нечто абсолютно прямо и однозначно, изначально противоречащее фундаментальным интересам России. Это механизм доступа Европы к нашим природным ресурсам, так как будто бы они были не наши, а их. Еще в 1997 году счетная палата, в которой тогда работала, дала жесткое, отрицательное заключение на Европейскую энергетическую хартию. И слава тому парламенту, той думе, что они не ратифицировали эту хартию. А начиная где-то года с 2005 по-моему, и наша уже при Путине исполнительная власть наконец осознала, что это такое. Признала, что это во вред России. И дальше году 2006 или 2007, не помню когда, в 2007, наверное, или 2006, Путин уже жестко и однозначно на саммите России заявил, что нет, Европейская энергетическая хартия не в наших интересах, и мы не будем ее ратифицировать. Хотя подпись, к сожалению, не отозвали. Нам было бы отозвать подпись Ельцин с этой хартии. Правильно? Но, тем не менее. Так вот, Коноплянник работал в этой самой структуре, бьющейся за то, чтобы Европа получила доступ к нашим ресурсам как к своим. Этот фильм – видеоприложение к большому политическому порталу «Караулов.Лайф». Вся правда о нашей стране. Значит, вот сейчас, спустя полтора десятилетия, очень важно, чтобы люди понимали, что тогда пытались с нами сделать. Что было по существователям законе. Я начну с простого. Опять с конца. Вот сейчас президент Медведев заявил о том, что надо разбираться с госкорпорациями. Надо их перевести в какую-то нормальную форму. В чем проблема с ними? В главной проблеме с ними в том, что в законе о госкорпорации очень жестко ограничена возможность контроля за госкорпорациями, то есть за государственным имуществом переданным трудом, с чьей бы то ни было стороны, кроме самой исполнительной власти. Ни счетная палата, ни кто другой не могут. Нельзя смотреть. И вроде как это подается, как что-то не бывало. А это неправда. В законе об СРП 95-го года одно из ключевых положений заключалось в том, чтобы никто ни в коем случае не мог контролировать, а что же там происходит. Никто, кроме структур, самой же исполнительной власти. Такой честной, замечательной, порядочной и так далее. Вообще никак? Категорически. Там была специальная статья о контроле. Только специально создаваемые структуры исполнительной власти. И никто более. Я хочу подчеркнуть, это не вопрос... Помните, Медведев сколько-то там год или два назад заявлял о том, что нужно ограничить проверки и так далее. Так это ни в коем случае не то же самое. Это не вопрос устранения излишних проверок, которые уходят и сшибают на бутылку. Нет. Это устранение иного контроля, нежели ведомственной, там, исполнительной власти. Это устранение контроля общества, парламента, счетная палата и так далее. Как вы думаете, если бы хотели сделать хорошее дело, записали бы такую норму в закон? Да, разумеется, нет. А что же стояло дальше за этим? Дальше за этим стояла следующая схема. Я считаю, что правительство, исполнительная власть, по согласованию с региональной, но такой же исполнительной властью, совместно могут заключать соглашения о разделе продукции с теми, кто приходит и добывает нашу новую фигурусную газ, по-клипски на любых условиях, которые будут записаны в этих соглашениях. И была прекрасная норма. Смысл которой заключается в том, что есть ли норма соглашения, в противоречии действующему законодательству российскому, то действует норма соглашения. Это принципиально важно. Это означает, что по самому главному, фундаментальному для России вопросу, по тому вопросу, за счет чего Россия прожила более или менее как-то сносно последние, скажем, 10 лет, по этому вопросу, все передавалось бы на откуп вот конкретному соглашению между конкретными живыми грешными людьми, в тиши кабинетов, чтобы никто не видел как. Дальше больше. Они добывают нефть. Они платят там роялти, они платят что-то изначальное немножко, а дальше вся добываемая нефть делится между российским и государством, и тем самым иностранным инвестором. В определенной пропорции, которая сразу оговаривается. Так вот, сначала этой нефтью компенсируются все расходы инвестора, и при этом в расходы он может списывать практически все, что считают нужным. Но что списывали в расходы? Стоимость квартир в Южно-Сахалинске? Если бы списывали стоимость квартир в Южно-Сахалинске, это было бы не страшно. А когда списывали консультации по вопросу о подбору квартир, эти консультации по разным вопросам стоили многие миллионы долларов. Консультации по подбору квартир для сотрудников Шела в Южно-Сахалинске. А сами квартиры, которые в результате консультации снимали, как указано в отчете счетной палаты, снимались по цене в 15 раз дороже, чем рыночная стоимость. В Москве. Ну, совсем просто. Уважаемый телезритель, уважаемый Андрей, если ты дают возможность списать в расходы все, что угодно, ты что, не найдешь, куда слить деньги? Если я в расходы, помню по документам, в расходы компании, добывающей нефти, записываю концерт духового оркестра в Корсакове для жителей города. А почему нет, если можно? И за этот концерт мы России платим нефтью? Или чартер с девочками на уикенд в Южную Корею? А почему нет? Чартер гоняли самолет за парфюмерией. И за все платила Россия нефтью. Тихонечку, по документам. Тихонечку, по документам это же видно. Ты называешь еще реальность. Вот чартер с девочками, это хоть что-то реальное. А что было нереальное? Ты понимаешь, что если есть сама возможность... Что угодно записать. ...родится новая схема, для которой деньги просто без всяких девочек, даже без трата на девочек, просто будут сливаться. То есть мы так нефть не увидели бы никогда. Потому что было бы чартер с девочками, консультации, в консультации подумать, да, по покупке квартиры в Южно-Сахалинске. Там ключевая статья расходов... Или по сдаче в наем. Юридические консультации. Значит, смотрите как. Это же очень тонкая схема. Смотрите, что получается. По этой схеме. Вы что-то чуть-чуть нарушаете. Россия говорит, вы что там делаете? А мы делаем все правильно. И тут же нанимаем юристов, которые бесконечно долго занимаются только одним. Отстоять в споре с нами, с хозяином, что они делают все правильно. Слушай, Сенович, когда вписываются в эти расходы, не будем торопиться, билеты в первый класс, только первым классом, летали любых компаний до Москвы, из Америки, и первый класс из Москвы в Южно-Сахалинск, все вписывается в стоимость расходов. Безусловно. За все мы платим нефтью. Я еще раз хочу... Когда билеты в первый класс на самолете аэрофлота до Южно-Сахалинска выросли в 8 раз, потому что они летали только первым классом, жалко, что ли, платят России фактически. Да еще и нефтью. Вырасти и в 80 раз, если бы тот закон... И никто в России этого не видел? В нашей стране... Вопрос, ребят, вы чего? Как это? Какие консультации по подбору квартир на Сахалине? В 1995 году, когда мы боролись против этого, мне приходилось одним языком людям объяснять, чем это грозит. Сейчас мы живем в экономике, в которой каждый, кто имеет дело хоть с каким-то... Вот с чем-то, с каким-то бизнесом, прекрасно знает миллион способов слить деньги, если дается возможность что-то списать в расходы. Я утверждаю, что сколько бы денег любому ларьку не дали возможность списать вклад в расходы, он ровно столько и спишет. Механизмы отработаны. Списать в расходы... Да, отработаны, понимаю, еще раз, Юрий Юрьевич. Что никто не видел? У нас была и счетная палата уже в тот год. И контрольные органы любые, и ФСБ. Счетная палата единственная, кто увидел в отчете счетной палаты 1999 года все это расписано. Так, это 99-й год, а это 95-го продолжалось, лакханалия. Еще раз, а в 95-м году Совет Федерации, членом которого я был, тоже увидел это вперед. Так. Из норм законов, у нас говорят, у нас хорошие законы принимаются, у нас ужасные законы проталкиваются. Так вот, из норм законов мы увидели все, что будет. И это дело сумели остановить. Вот тот Совет Федерации увидел из строк в законе, чем это стране грозит. И сумел это дело остановить. Кто был во главе? Шумейка, подожди, или Строев? Тогда был Шумейка. Тогда был Шумейка. Он не был на стороне тех, кто противостоял. К сожалению. Шумейка не был. Не был. Владимир Филиппович. Владимир Филиппович. Тоже не все понял. Человек из системы. Ему дали указания, он сказал указание. Хотя, мы не все знаем. Если честно, я не очень хорошо к нему относился. Но у меня не возникло ощущение, что он приложил все усилия к тому, чтобы выполнить наказ Ельцин и команды. У меня возникло ощущение, что он где-то давал слабину, может быть, может быть, он тоже не хотел. А Явлинскому какая роль отводилась? Вот самое главное. Как понять не могу? Он главный лоббист. А если есть Ельцин, секундочку, если есть Ельцин, и он не против, зачем Явлинский? Зачем Обама в своей нобелевской речи сейчас премией мира обосновывал справедливую войну и даже и заявил, что Америка должна стать знаменосцем воинным? Ты вообще слушал, да? Вот. При этом все обосновывал, объяснял и так далее, и так далее. Он еще и соврал, он сказал, что Америка никогда не воевала с демократическим государством. А чем у Сербия Милошевича была не демократическая? А чем Иран, свергнувший шахский режим, был не демократический? То, что у них Верховный Совет вот этих, забыл, как он называется, да? Слуг Аллаха, да? Аят-Толла. Чем он отличается от нашего Конституционного суда или их Верховного суда? Это некий высший орган. Но у них выборы, у них президенты и так далее. Чем же Иран не демократический? А чем же операция Иран-Контрас не война? То есть соврала вам. Обама лицемерил. Он прекрасно это все понимает. Точно так же и здесь. Просто элементарная лицемерие. За всем этим стояли интересы. Интересы еще раз подчеркиваю. Значит, первое, заключить соглашение, которое невозможно, как в лицензионном порядке, через 5-7 лет пересмотреть с изменившимися условиями в мире. Второе, не менее важное. Для России ведь важны не только прибыли от нефти и газа. Для России тогда, 15 лет назад, не менее чем сейчас, важно было интенсивное научно-технологическое развитие. А главным и единственным источником ресурсов для научно-технологического развития тогда было что? Значит, природные ресурсы. Причем не просто доходы, которые можно, извините, положить на эти самые депозиты в Америку, отправить. А заказы для своих машиностроительных предприятий, заказы для своей науки, для своей, в конце концов, оборонки. Так вот, в этом законе было специально прописано отказ от всех таможенных пошлин, налогов и акцизов на технологическое оборудование и услуги, ввозимые из-за рубежа. Отказ. То есть, этот весь рынок... То есть, мы ничего не получаем. То есть, этот весь рынок, главный рынок, который способен был обеспечить научно-технологическое развитие и финансирование нашей оборонки был переведен, был бы переведен на обеспечение дальнейшего, опережающего научно-технологического развития в Великобритании и США и финансирование их, не оборонки, а наступалки. Вот суть. И это Совет Федерации увидел, ключевые люди, которые мы занимались, все это увидели. А сколько материальных уже? Только на этом мы, Россия. Мы теряли бы все. Триллионы долларов. Значит, был расчет счетной палаты при проверке 99-го года суммарных потерь только по двум месторождениям на Сахалине, Сахалин-1, Сахалин-2, от реализации на условиях СРП по сравнению с реализацией в национальном лицензионном режиме. суммарные расходы должны были составить порядка, суммарные потери порядка 62 миллиардов долларов за весь срок эксплуатации месторождения. по двум сахалинским месторождениям. А по всем бы? Я же сказал, триллионы. Многие триллионы. То есть, 250 месторождений предполагалось пустить вот по этой же схеме все наши запасы российские? Предполагалось не 250, предполагалось все. Ну, всю страну, да. А вот уже в согласительной комиссии, а история же беспрецедентная, норма это как? Дума приняла закон, СССР одобрил, либо отклонил, тут же создали согласительную комиссию, рассмотрели, если не согласились там на пределение битв и так далее, три месяца, это беспрецедентная история, три месяца закон висел между Думой и Советами Федерации. Премьер-министр Черномырдин публично на седании правительства, которое транслировалось по РТР, можно найти эту пленку, давал внушение министру топлива и энергетики одновременно Челевской Федерации Шафраннику, что тот не может оказать воздействие на зависимых от него сенаторов, половину из которых были лет, губернаторов, и заставить их проголосовать как надо. Точнее, половина, 55% будут работники исполнительной власти. Вот так. 55% того выбранного Седерации будут работники исполнительной власти, часть из которых губернаторы. Подумайтесь в формулировку. Пример министра говорит министру топ-энергетики. Почему не можешь заставить зависимых от тебя, что значит зависимых? Перекроем топлива и энергетику. Министр, заставь их проголосовать как надо. И дошло до того, что многие губернаторы, ответственные и сильные мужики, понимавшие, что родину сдать опытом нельзя, а выступить против тоже нельзя, сейчас кислород региону перекроют. Что делают? Прикидывались больными, прикидывались дурачками, не приходили на заседание, лишь бы не проголосовать. Зарит. А кто? Многие, многие, это надо смотреть в списке, на каждом голосовании не хватало голосов, чтобы протащить. Три месяца, я же подчеркиваю, три месяца висел закон. До чего они дошли? Они дошли до нарушения всех регламентов, приняли решение, процедурно протащили решение о голосовании по списку. Всем надо заслать конверты, открытки, в которых должен поставить за или против. Беспрецедентная вещь совершенно по этому закону было. Я подчеркиваю, ни в каком другом вопросе, кроме вопроса жесточайшей, интенсивнейшей колонизации России вот сейчас сразу оптом, такого фокуса больше не было. Фархуддинов, как вел себя Сахалинский? Губернатор. Покойник, плохо о нем говорить уже, наверное, нехорошо, но ничего хорошего я про него сказать не могу, к сожалению. Значит, возвращаемся к вопросу. Так вот, даже это голосование, вы вдумайтесь, когда всем рассылались вот эти вот бланки, в которых каждый должен поставить плюс или минус, и вот оно будет зафиксировано, даже по этому вопросу многие мужики умудрились прикинуться больными, дурачками, не там поставить крестик, еще что-то, но чтобы не пропустить. Вы вдумайтесь. Масштаб противостояния. Спустя три месяца была создана согласительная комиссия, я был сопредседателем. Это 95-й год. Да, да, это в октябре 95-го было создано. В октябре 95-го уже стали разбираться. Конечно. Была страшная битва. Если полистать газеты, посмотреть телепередачи, радио того времени, значит, главенствующая тенденция была такая. Ортодоксальный Совет Федерации мешает пролиться на Россию золотому даже. Ортодоксально про коммунистический Совет Федерации мешает пролиться на Россию золотому дождю иностранных инвестиций. Такие мы были гады. То есть, вся сила средств массовой информации, я думаю, не бесплатна, есть основания у меня утверждать, была брошена на то, чтобы размазать этот Совет Федерации, который мешает жесткой колонизации России. Ты имел откровенные разговоры с Явлинским на эту тему? Ну и что? Позиция Явлинского. Он же экономист. Ну когда разобрались все? Самый интересный из всех разговоров, какие у нас были, каждому собирается у Лукина. Почему? Владимира Петровича? На всех партийных собраниях, на которых я настаивал, все заканчивалось тем, что вы три лидера вы соберитесь и решите между собой. Партийные люди хорошие люди, но они хотят дальше в Думы сбраться. А скоро выборы новые. А они хотят грязка, они хотят скандалов. Бог с ними в природном ресурсам. Вот вы три лидера соберитесь и решите. Мы сделаем как-то скажем. Яблоко, яблоко. Они два раза собираются у Лукина. Лукина было здорово. Лукин же не глухой человек, но он не боится. Ну не боится, но не глухой человек. И поэтому его речь идет так. После того, как я говорил, что вот смотрите, вот принципиальные дефекты, недопустимые. Ну теряем 62 миллиарда, в принципе, всю страну. Вы знали, что 62 тогда много. Да. Яблоко, партия демократическая должна отозвать сама этот закон из Совета Федерации, предложить Думе, отозвать, предложить Думе, отозвать этот закон, изменить радикально вот эти и эти и эти положения, пусть это принять мирно-дружность. На что Глухин говорил, Гриша, но он же прав, почему нет? Давай согласимся, что здесь плохого? На что Глухин сказал, просто нет. Я сказал нет. Потому что лицемерить было не перед кемем. Не перед Глухинами, не перед кемем, но бесполезно. Я сказал нет. Он сначала Глухин разводил руками, и мы расходились. После чего Глухин оказывались по одной стороны, я подругил. Все просто. Это те вопросы, в которых никакая дружба, никакие сердечные отношения, никакая искренность. Ничего же. Это в фильмах красиво перед тем, как решительная схватка хорошего с плохим парнем, плохой парень, во всем признается и говорит, что вот я хотел вот здесь деньжат набрать, да? В фильмах так. В жизни, в этой истории было иначе. Нет, я сказал нет. Без объяснения. Этот фильм видеоприложение к большому политическому порталу Караулов Лайф. Вся правда о нашей стране. А вот с Мельниковым, такими уже откровенными, что называется, лоббистами, ты имел разговоры? И другими. Не с Явлинскими, а вот под ним люди. Надо просмотреть стенограмму первого обсуждения комитива бюджета Совета Федерации, который я специально привел в свои книги «Похищение вразии». Она прямо черновая, неправильная, прямо там у меня приведена в приложении. По ней видно, как по любому вопросу Мельников и Михайлов тут же отсылали к руководителям группы разработчиков «Конопляник» и «Компания». Тут же высказали руководители группы разработчиков, начинали, там видно, смотрят уже полный демократ. Что для большинства членов комитета сразу было очевидно, это видно просто на грани. В один момент Титкин, бывший министр промышленности, который буквально восставал в правительстве Гайдара против того курса, который Гайдар проводил, он был у нас членом Совета Федерации, он сыграл большую роль на этом заседании, он буквально размазал этих руководителей этой группы. Он в какой-то момент сказал, так у нас кто закон представляет? Депутаты. Я хочу слышать депутатов. Четко было. Мельников и Михайлов у меня на тот момент даже сказать ничего не могли. Они, видимо, не очень даже хорошо понимали, что Лакберл у меня возьмут такое ощущение. И стенограмма, мне кажется, это видно однозначно. Они не могли аргументировать. Было видно, что они всего лишь в этом деле последненькие. И не более того, о чем с ним говорить. У нас было много разговоров на заседаниях уже бюро, там, советы и так далее, яблока. Это очень печальная история. Я краткую запись одного из таких движений тоже привел в книге. Я не стал называть фамилию, потому что цитируем не точную, по-моему, запись. У меня просто фамилия обозначена, что первая буква М, М1, М2, там, Я и так далее, кто что говорил. Примерно, да? Вот. Знаете как, если у людей есть принципы, и они формируют партию на основе этих принципов, и вдруг вся их аргументация является абсолютно железно противоположной всем тем принципам, которые им декларируют, предположить что-то иное, нежели за этим стоять какой-то очень большой интерес, просто невозможно. Я им говорю их же словами о том, что мы не вправе безоглядно доверяться исполнительной власти, тем более, чем дороже вопрос, тем меньше мы, парламентарии, вправе безоглядно доверяться исполнительной власти. Они мне говорят нечто совершенно противоположное всему того, что сами же заложили в основу идеологии лямок. Значит, за этим стоит что-то более сильное. Никаких более... Нет, были у меня еще пара разговоров, я даже не помню с кем, но суть из этих ключевых. Наверное, с Явлинским может быть и нет. Я их тоже занес в книгу. Два аргумента очень мощных. Первый аргумент, что это станет единственным механизм сплочения объединенной страны, иначе страна развалится. Добрый дядя транснациональной корпорации... Так это колонии будет. Добрый дядя транснациональной корпорации, которые колонизируют страну и вот это вот все вот возьмут в свои руки, им уже будет выгодно, чтобы сохранялась эта страна как гарант вот этих соглашений. Тем, кто у нас поработит. единственный способ выживания страны это стать колонией, и тогда мы останем какова будет ценность единой страны как колонии, это за скобками. Второй аргумент тоже был по-своему замечательным. Не могу сказать, кто его точно привел, кто-то из них меня привел в каком разговоре. Потому что не понимаешь, что иначе это все разворот. Вообще все равно все разворот. Но мы-то, если приимем это участие, мы же это на что-то хорошее дальше. Мы, может быть, что-то хорошее потом сделаем. Может, какую-нибудь старушку через дорогу перейдем. Вот я уже добавляю. Вот примерно, то есть, если говорить об аргументах в узком кругу с моим участием, вот буквально два таких аргумента. Этот фильм видеоприложение к большому политическому порталу Караулов Лайф. Вся правда о нашей стране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова